Дорогие друзья, представляем вашему вниманию отель Ercolini e Savi, который расположен на курорте Monte Cattini Terme в Италии. Сейчас мы для вас проведем видео-экскурсию, где вы увидите, какое здесь проживание, питание и возможности для отдыха. Отель Ercolini e Savi расположен в самом центре курорта Monte Cattini. До парка с питьевыми лечебными источниками 600 метров, а до лечебно-оздоровительного центра всего лишь 400 метров. Чтобы оценить преимущество расположения отеля по отношению к медицинскому центру, а также к парку с лечебными минеральными термальными источниками, предлагаем посмотреть на него с высоты птичьего полета. Редактор субтитров А.Семкин В отеле 81 номер. Подключение к интернету по сети Wi-Fi для гостей бесплатно. Гостям в отеле к диспозиции два лифта. Одноместный номер категории Classic. Площадь этих номеров 18 квадратных метров. Номер оборудован большой кроватью размером 4.5 метров. Подключение к интернету по сети Wi-Fi для гостей бесплатно. В номерах возможно проживание с домашними животными. Актуальную стоимость смотрите на нашем сайте в описании данного номера. Обращаем внимание, что на полу в номере ковровое покрытие, но есть номера, где на полу ламинат. Гостям предоставляются халаты и тапочки по запросу за дополнительную оплату. Есть здесь тумба для багажа, шкаф для одежды, где гости найдут электронный сейф. В номере есть совмещенный санузел с ванной, но есть предпособление, которое позволяет использовать ванну как душевую кабину. Есть здесь биде, туалет, умывальник, большое зеркало с подсветкой, принадлежность для душа, стакан для полоскания льда, бумажные салфетки и фен для сушки ВАОС. Двухместный номер категории классик, площадью 20 квадратных метров. Номер оборудован двумя кроватями, каждая размером 2 метра на 90 сантиметров. Есть здесь шкаф, где гости найдут электронный сейф, телевизор, письменный стол, кресло. Есть холодильник, оборудованный небольшим медиабаром. В номере по запросу бесплатно может быть электрочайник и чайный набор. Подключение к интернету по сети Wi-Fi для гостей бесплатно. В номерах возможно проживание с домашними животными. Актуальную стоимость смотрите на нашем сайте в описании данного номера. Обращаем внимание, что на полу ковровое покрытие. Но есть номера, где на полу ламинат. Все номера оборудованы системой климат-контроля. Во всем отеле в номерах нет балконов. В номере совмещенный санузел с ванной. Здесь есть стекло, которое позволяет ванну использовать и как душевую кабину. Далее в ванной комнате полотенцесушитель, умывальник, большое зеркало с подсветкой. Есть принадлежности для душа, стаканы для полоскания рта, биде, туалет. Есть здесь бумажные салфетки и фен для сушки волос. В отеле ресторан на 120 посадочных мест. Завтраки здесь проводятся в форме шведского стола. На завтрак предлагаются горячие блюда. Есть яичница и сосиски. Свежие овощи. Сегодня копченый лосось, вареные яйца. Хлебопулочные изделия, колбасы, сыры. Сладкая выпечка, фрукты, консервированные фрукты. Несколько видов мыслей. Есть две кофемашины, где готовится свежий помолотый кофе. Сладкая выпечка, фрукты, консервированные фрукты. Обеды и ужины проводятся по выбору из меню. Гостям также предлагается стол в буфет, где есть салаты, закуски и фрукты. В отеле есть и отдельный а-ля-карт ресторан, где гости могут покушать, выбрав блюдо из а-ля-карт меню. В теплое время года гости могут воспользоваться открытой террасой. Здесь они могут завтракать, обедать и ужинать на свежем воздухе. Дорогие друзья! На курорте Монте-Катини-Терме в Италии мы в гостях у санаторно-курортного врача. Разрешите представить. Зовут ее Лидия Ковальчук. Она практикует на курорте с начала 2016 года. Она по специальности семейный врач. Это означает то, что она может давать консультации и назначать лечение людям различного возраста и положения. Детям, беременным женщинам и пожилым людям. Лидия, расскажите нам, пожалуйста, о том, что и как лечат на курорте Монте-Катини-Терме. Какие показания существуют здесь, противопоказания? Лечение на нашем курорте начинается с этого момента. Начинается с визита у врача. Именно здесь назначаются основные процедуры термальные, терапевтические. Что это значит? Что каждый человек, он, когда приезжает сюда, должен всегда пройти осмотр врача. Потому что есть очень много противопоказаний к курортному лечению. Если человек хочет попить водички, у него будет консультация по воде. Для чего нужны эти воды? Они нужны для лечения желудочно-кишечного тракта. Курс лечения, как обычно, он составляет 12 дней. 6 дней пьем, 1 день перерыва, еще 6 дней. У нас есть 4 типа воды, которые предназначены для лечения кишечника, лечения желчного пузыря, очищения печени и улучшения пищеварения в желудке. Также у нас есть еще воды для очищения почек. Для лечения опорно-двигательного аппарата у нас есть грозовые процедуры, также грозовые аппликации. У нас есть термальная терапия ваннами с озоном и с гидромассажем. У нас также есть физиореабилитация. У нас есть также спортивный зал, где можно пройти гимнастику спортивную для улучшения осанки и для реабилитации после операций, после травм. И также у нас есть отдел для ингаляций и для аэрозоля, где мы используем воду для лечения хронических заболеваний дыхательных путей. Лидия, такой вопрос, который часто задают пациенты. Нужно ли привести с собой результаты последних обследований, анализы крови? Или это можно пройти все здесь, сделать какие-то обследования, разборы крови, разборы мочи? А также, что вы скажете на рентгеновские снимки? Это очень правильный и очень важный вопрос, потому что анализы, а да, они действительно нужны, потому что, когда мы видим результаты анализов, мы можем лучше подобрать терапию индивидуальную для человека. Это очень важно, когда человек хочет пройти цикл гидропенической терапии, когда хочет пройти цикл грязи. В этом случае анализы, рентгеновские снимки, другие обследования, они очень важны, и мы всех наших пациентов просим по возможности привозить к нам последние анализы. Анализы, они действительно последние 3 месяца. Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Возможно ли лечение детей? От какого возраста и с какими показаниями родители могут привозить детей на лечение? Это очень важный вопрос, потому что очень часто приезжают с этими семьями на лечение, и, скажем, для лечения водичкой, для терапии гидропенической, показания деткам от 13 лет и выше, это только начинается с Реджины и с Тетуччо. До 13 лет, к сожалению, нельзя пить воду, потому что это чревато последствиями в более взрослом возрасте. И бассейн, он показан деткам, которые в возрасте 3 и больше лет, которые могут идти в бассейн с родителями, и пребывание в бассейне это будет 20-30 минут, не больше. Какие противопоказания есть на курорте? Основные противопоказания это заболевания желудочно-кишечного тракта, как язвы, эрозивные колиты, очень активные гастриты, у кого повышенная кислотность, проблемы с сердцем, как нарушение ритма и сердечная недостаточность, и у кого гипертоническая болезнь, она неконтролированная, и которая отличается повышенными цифрами давления. Вы упомянули то, что минимальный курс лечения это 12 дней. Возможно ли и более длительное пребывание, и будет ли это лучший эффект от этого пребывания? 12 дней это оптимальное пребывание у нас на курорте, можно продлить до 16 дней. Но это не очень показано, потому что организм, он устает. Все же наша терапия, она есть действительно терапия, это не просто воды, которые можно пить на протяжении длительного времени. Организм, он перенасыщается, поэтому надо всегда делать перерыв. То есть, например, гости могут приехать на, допустим, 20 дней, из них 12 пройти лечение, и остальные 8 дней могут принимать термальную воду при этом, как питьевой курс, или же лучше просто отдыхать в отеле. Скажем так, питьевой курс можно продлить до 16 дней, потом остальные дни можно делать также термальную терапию с ваннами, потому что это более щадящий тип терапии, который можно продлить до 20-25 дней. Питьевой курс все же нужно делать в течение 12-14, максимум 16 дней. Дорогие друзья, одна из главных процедур на курорты Монте-Котини-Терме это грязевые аппликации. Сейчас мы конкретно находимся на проведении этой процедуры с врачом, который нам расскажет подробнее о том, какие показания, какие есть противопоказания, что это за грязь и все, что она об этом знает. Грязь в Монте-Котини она уникальная. Почему? Потому что она идет с добавлением термальной воды. Это леопальдина. Дозревание этой грязи происходит на протяжении длительного времени, это может быть даже года. Как это делается? Практически основной компонент, вот этот главный, это глина, которая на протяжении длительного времени омывается термальной водой, леопальдиной. Это действие нужно для того, чтобы все соли, все вот эти активные вещества, которые есть в термальной воде, они постепенно насыщались вот этой грязью, которая остается всегда горячая, 47-48 градусов. Эти грязи, они щелочные, они остывают очень медленно, за час, скажем, аппликации, за час наложения, они теряют только 10% своей температуры. Процедура длится 15-20 минут. Для чего она нужна? Для лечения артрозов, для лечения дегенеративных заболеваний опорно-движущего аппарата, для лечения межпозвоночных грыж, для лечения остеопороза. Эти процедуры, они идут от 6 до 12 и заканчиваются всегда термальной ванной. После газовых аппликаций пациент заворачивает пленку, для того, чтобы температура, она всегда сберегалась на достаточном уровне. И в таком положении пациент перебивает 15-20 минут. Вот здесь мы видим термальный эффект местный. Вот здесь как бы есть покраснение. Это значит, что в этих местах грязь, она проявила свое воздействие. Это зона, здесь верхняя позвоночная зона. Здесь суставы, где более активно всего есть покраснение. Это значит, что здесь, в этом месте, есть проблемы. Есть или остеохондроз, или какие-то проблемы с позвоночником. Где наибольшее покраснение, это значит, что грязь, она проявляет свою активность, проявляет свое воздействие. Каждая процедура, каждая аппликация грязевая, она заканчивается термальной ванной. Термальную ванну делаю с леопардиной. Температура этой ванны 36-37 градусов. Можно добавить в термальную воду еще озон и гидромассаж. Для чего нужен озон? Озон практически, он укрепляет сосуды, он укрепляет санки сосудов. У кого есть проблемы с, скажем, с варикозным расширением вен, или кто имеет недостаточность венозную, можно всегда добавить озон. Процедура длится от 10 до 15 минут. Показания для ванн – это практически хронические контрактуры, когда мышцы очень сильно напряжены, когда есть заболевания, такие как миозиты, когда есть заболевания кожи, это дерматиты, сибарин, дерматиты, экзема, салиас. Противопоказания к этим ваннам очень мало. Скажем, единственное противопоказание – это когда очень выраженный варикоз и когда есть воспаление сосудов. Это в сибири. Это термальная ванна. Она показана всем пациентам, у которых есть проблемы с костными заболеваниями. Практически используется очень часто при дерматитах, каких-то сибарин и дерматитах, при экземе и при куксориазе. Эффективность этих ванн при заболеваниях кожного характера доказана с научной точки зрения. Это финальная часть лечения с помощью грязи. Это период отдыха. Он длится 10-15 минут. Это очень важная часть, потому что в этот период организм отдыхает, он отдает тепло. И, скажем, вот здесь лечебные свойства грязи, они заканчивают свои действия. Эта процедура называется вертикальный гидробайк. Она показана всем пациентам, кто проходит реабилитацию после операции на коленях. Практически что делает девушка? Она крутит педали, при этом не чувствуется тяжелость в коленях. Это значит, что практически сила гравитации, она не действует в воде, она не чувствуется. Поэтому мы этим щадящим образом можем начинать движение в коленном суставе. Процедура длится 20 минут. И можно еще добавить гидромассаж. Все процедуры, которые вы видите здесь в термальном комплексе, они проводятся обязательно с термальной водой. Здесь, как обычно, мы используем воду-леобальдину. Эта водичка, она очень процентрированная. Она похожа при всех заболеваниях, похож на гидромассаж. Также по желанию пациента можно еще применить вертикальный гидробайт. Свойства этого гидробайта, они те же. Водичка у нас леопальдина, температура 36-37 градусов. Только в этом случае наш пациент может находиться в вертикальном положении. И движения могут быть более удобны для, скажем, для человека с повышенной массой тела. Сейчас мы находимся возле термального бассейна. Это терапевтический термальный бассейн. Здесь у нас есть водичка леопальдина. Она подогретая. Температура воды 34-35 градусов. Как вы видите, есть гидромассаж, где вода выходит под напором. Какие показания для термального бассейна? В первую очередь это реабилитация. Потом это лечебная гимнастика. И потом это релакс. Это для расслабления мышц, просто для расслабления нервной системы. И просто, чтобы приятно провести время. Здесь у нас контрастные ванны для ног. Первая ванна идет с подогретой водой и гидромассажем. Вторая ванна идет с холодной водой и тоже гидромассажем. Для чего нужна? Она назначается всем пациентам, у кого есть проблемы с сосудистыми заболеваниями, у кого есть проблемы с венами, у кого периферические заболевания сосудов и у кого есть венозная недостаточность. Практически рекомендуем 15 циклов, 15 кругов до посещения бассейна и 15 кругов после посещения бассейна. Есть какие-то противопоказания для этого? Противопоказаний практически нет, потому что это очень щаящая процедура. Магнитотерапия используется для лечения хронических стендинитов. Кто страдает практически острым болевым синдромом, в период градизации процесса можно использовать магнитотерапию. После этого пациент себя чувствует лучше, исчезает болевой синдром и улучшается работа суставов. Каждая процедура длится, скажем, время, которое наиболее эффективно, это 20-30 минут. В программу реабилитации входят также физиотерапевтические процедуры. Одна из этих процедур это ТЭКО. Практически эта процедура назначается циклом от 6 до 12 процедур. Она длится 20-30 минут и нужна для улучшения самосостояния пациента, для регенерации хрящевой ткани, для снижения болевого синдрома. После 12 процедур пациент чувствует себя лучше, и этот эффект он еще длится дома, после окончания терапевтической процедуры и после окончания термального лечения. Итак, мы видим процедуру, которая называется ингаляция. Она делается на основе термальной воды Леопольдина, которая практически идет разбитая до величины в 100 микрон. Эта процедура нужна для лечения хронических заболеваний верхних дыхательных путей, такие как риниты, танзивиты, фарингиты. Ингаляция, она продолжается 10 минут, после этого есть маленький перерыв, и мы можем приступить к аэрозолю. Для чего нужна ингаляция? Она повышает местный иммунитет, она стимулирует отражение слизи, она успокаивает воспаление и очень хорошо помогает при заболевании, хронических заболеваний воспалительных, особенно у детей. Здесь у нас другой тип терапии, которая называется аэрозоль. Аэрозоль нужен для лечения хронических заболеваний нижних дыхательных путей. Водичка, которая разбивается до величины 2 микрона, может проникать в полость легких и может проникать в алюэболы. Это значит, что практически у нас есть возможность лечить даже такие заболевания, как хронические бронхиты, хронические воспаления легких и стимулировать иммунитет местный. Сейчас мы присутствуем на процедуре, которая называется терапевтический массаж, который длится от 10 до 20 минут. Практически сейчас наша массажистка делает массаж на область спины и на шейную зону, шейно-воротниковую зону. Терапевтический массаж, он нужен для того, чтобы прослабить мышцы и лечить заболевания опорно-двигательного аппарата. В особенности сколиоз, контрактуры и послеоперационные повреждения, которые остаются длительное время, как контрактуры мышц, так как после операции остаются рубцы и также повреждения кожи. Массаж, он стимулирует заживление, он стимулирует рассасывание коллоидных рубцов, которые уже зажили, но которые оставляют дефект. Для этого делает массаж, который длится, как сам цикл 15 процедур, 15-16 процедур. Такой массаж длится от 10 до 20 минут. Широко известно, что при заболевании опорно-двигательного аппарата для лечения применяются и физиотерапевтические процедуры. Здесь, в медицинском центре, есть специальный зал, где пациенты проходят мануальные физиотерапевтические лечения. Лидия, расскажите нам немножко подробнее о том, какие здесь применяются методики и какие заболевания здесь лечат. Это часть физической реабилитации, которая делается здесь у нас в спортивном зале. Для чего она нужна? Практически эти упражнения, они нужны для восстановления осанки. После операций также они нужны людям, у которых есть проблемы с позвоночником, которые нуждаются в поддержке, которым нужно возобновить осанку и улучшить самосостояние всего опорно-двигательного аппарата. Эта процедура направлена на вытяжку позвоночника. Она рекомендуется пациентам, у которых есть проблемы с межпозвоночными дисками. Практически, когда дышит пациент, понемножечку выравнивается и расслабляется колонна вертебрали, это расслабляется позвоночник. При этом пациент чувствует облегчение и снижается также болевой синдром. Продолжение следует... Сейчас мы находимся в месте, где выходит на поверхность термальная минеральная питьевая вода, которая применяется при лечении заболевания кишечно-желудочного тракта и все, что с этим связано. Доктора зовут Лидия Ковальчук. Сейчас она нам расскажет о правилах приема воды, о показаниях, для чего эту воду нужно употреблять, как ее правильно пить и какие есть противопоказания. Передаю ей слово. Для всех будущих пациентов курорта Мотикотинитермии есть очень важная информация, что обязательно перед началом терапии вы должны пройти консультацию или осмотр врача. Почему это очень важно? Потому что очень много заболеваний, они бывают противопоказаниями к винятию этой водички. Что это значит? Что у людей, у которых есть гипертоническая болезнь, у кого есть заболевания желудочно-кишечного тракта, как язвы, гастриты, эрозивные колиты и другие заболевания в процессе, очень важно всегда перед началом проконсультироваться с врачом. Потому что вы должны помнить, что термальная терапия, терапия и драпинника, это не только просто вода, это лекарство. В первую очередь это лекарство должно назначаться врачом. Сейчас мы с вами находимся возле термального источника. Это большой парк, который называется Тетуччо. Он летний, он открыт для летнего сезона. И здесь у нас воды. Здесь мы делаем терапию и драпиннику. Что это значит? Это значит, что с утра, так же вечером, сюда приходят люди для того, чтобы попить воду. Какая же вода Монтикотини? Она очень целебная, она очень эффективная, и от нее есть всегда результат. Вот это очень важное. Сейчас открыты 4 источника. Первый источник, который называется Леопольдина. Эта водичка очень сильная. Вообще-то вода в Монтикотини это хлоридно-натриевая вода. Для чего нужна Леопольдина? Она лечит хронические запоры. У кого проблемы с кишечником? У кого синдром ленивого кишечника? У кого очень часто колиты? Главное задание Леопольдины это разрешить проблему с запором. Другой тип воды, который у нас есть, это Реджина. Для чего нужна Реджина? Реджина лечит дискинезию желчных путей. У кого есть застой желчи? У кого хронические холециститы? Для этого у нас есть Реджина. Другой источник это Тетуччо. Скажем, вот этот парк, он носит имя Тетуччо. Эта водичка, она уникальна. Почему? Потому что она снижает холестерин, она понижает сахар крови, она снижает уровень мочевой кислоты, она улучшает пищеварение в желудке. И потом еще это очень чудесный, скажем, способ, чтобы провести без интоксикации. И вечером у нас есть инфреска, это диуретик слабый, который можно пить с 4 до 7 вечера. Выводит излишнюю жидкость с организма, чистит почки и предотвращает развитие камней. Вот это наши воды, которые уникальны и которые действительно не имеют аналогов, скажем, по всей Италии. Как правильно принимать воду? Из чего пить лучше? Вот, даже сам процесс питья воды, он очень важен. Воды, кишечные воды, особенно для кишечного тракта, они пьются горячие, теплые, очень редко холодные. Горячие воды, так как Леопольдина и Реджина, они принимаются только в горячем виде и лучше принимаются стеклянным стаканом. Объем одного стакана 250 мл. Пьется медленно, пациент гуляет, когда принимает воду, потому что в этот момент идет стимуляция кишечника. Это пьется натощак, очень важно. Натощак в горячем, теплом виде, медленно и всегда, скажем, должно быть движение. После этого, 15 минут перерыва, и пациент может кушать. Кушать всегда здоровую пищу, завтрак должен быть легким и начинаться с горячей жидкости. Чай, кофе, капучино. После этого завершается процесс, скажем, будет принятие диагропинической терапии и уже начинается свободное время пациента. Какой период лучше при заболевании кишечно-желудочного тракта приехать и проходить этот питьевой курс? Неделю, две, три? Значит, цикл терапии, который дает рекомендацию здесь в Италии, это 12 дней. Минимально, скажем, 12 дней. Это для того, чтобы был результат также дома. Это для терапии 12 дней. Можно продлить до 14-16 дней. Но это, скажем, уже когда есть тяжелый случай. Почему? Потому что организм устает. Эта водичка, будучи очень сильной, очень эффективной, она свою, скажем, свой эффект после 12 дней уже проявляет и который длится еще дома на протяжении 3-4 месяцев. У кого-то даже 5 месяцев. Поэтому можно, скажем, повторять на протяжении года 2 раза лечения по 12 дней. Термальная терапия, это не только идиотерапиническая терапия, это еще и термальные воды, которые принимаются в виде ванн. Что это значит? Что когда у человека есть проблемы с кожей, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, у кого есть артрозы и хронические дегенеративные заболевания, очень полезна водичка как вид терапии. Что это значит? Что можно принимать ванны, можно принимать как индивидуальные ванны, так и бассейн. Почему? Потому что это вода, она укрепляет мышцы, она снимает болевой синдром и она приостановляет дегенеративные изменения суставов. Это очень важно. Еще другой аспект. В плане дерматологии она лечит дерматозы, она лечит хронические заболевания кожи, она лечит экзему и псориаз. Поэтому даже ванны с термальной водой, особенности Леопольдина и Ринфрейска, они очень полезные. Курс лечения всегда 12 дней, 12-14 дней. Скажите еще, пожалуйста, дети. Возможно ли лечение детей от скольки лет и вообще как бы здесь есть какая-то история для лечения детей? И какие заболевания могут ли эту воду принимать дети? Так как дети это всегда очень особенная категория пациентов, мы должны помнить, что дети это всегда растущий организм. И разрешение для питья вот этой воды, которая есть очень концентрированная, она соленая, разрешение для детей это с 13 лет. Уже можно пить тетурчу и немножко рыджины, но не раньше. Почему? Потому что это чревато в будущем для ребенка развитием гипертонической болезни, сахарного диабета и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Поэтому деткам только с 13 лет можно пить тетурчу и немножко начинать с рыджины. Для водички, скажем, принимать ванны или идти в бассейн, это можно с возраста до 3 лет. Вот, это важно, потому что, чтобы не навредить, самое главное в этой ситуации не сделать хуже. И еще хотела бы дополнить для всех женщин, для всех будущих мам, что эта вода не является противопоказанием для нормальной беременности. Поэтому, если вы ожидаете ребенка и хотите немножко почистить свой организм, чтобы подготовиться к родам, вы можете приезжать. Главное, чтобы у вас было заключение от вашего лечащего врача-гинеколога и что у вас нет противопоказаний. Так как мы находимся в Италии, эта страна очень красивая. Также это место, оно очень богатое, оно очень богато-культурно, исторически. Здесь вы можете найти все, что вам нужно. Есть исторический бар, есть также места для шопинга. И потом очень красивые места. Поэтому вы здесь действительно можете хорошо отдохнуть, как сами, так и с вашей семьей. Дорогие друзья, мы вас ждем на лечение. Приезжайте, отдыхайте, набирайте здоровья. И всего вам самого наилучшего. Монте-Котини всегда вас ждет. Дорогие друзья, бронируйте отель Ercolini & Savi на нашем онлайн-портале sanatoriums.com Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин